Вот по современным данным, существует ли первичный бесполый эукариот, у которых миоза никогда не было? Ой, вы знаете, с миозом у эукариот, особенно у одноклеточных, в том числе и у простейших, всё стоит очень сложно. Я могу вот только два примера привести. Например, у инфузорий, у одного вида, как сказано, что и миоз есть, и синтонный комплекс есть, а у другого родственного вида ни миоза, ни синтонного комплекса нет. И, скажем, у вас комицетов, тоже даже в пределах одного рода, у одного вида кандида и миоз есть, и СК есть, у другого вида миоза нет. Но у них обоих нет белков, характерных для синтонного комплекса. То есть там ещё куча недовследованных факторов. Нам пока не удалось охватить весь этот массив данных, но костин очень пестрый. Были ли, существуют ли эукариоты, у которых и у предков никогда не было миоза, и вообще никогда не было миоза? То есть первичный бесполый, исходный бесполый. Вот нет полового размножения, нет миоза вообще. Никогда не было. Такие есть группы в природе? Ну вот, может, Юрий Фёдорович Богданов вам расскажет. Пока я не удалось усмотреть. Ну, знаете что, всё это можно найти в старой литературе, но там это удивительно всё не согласует с современной терминологией. Вот описание способов размножения, скажем, описание способов перехода из диплоидного состояния в гаплоидное настолько архаично в многочисленных французских работах 60-х, 50-х годов, что терминологию сопоставить невозможно, понимаете? То есть невозможно понять, где редукционное отделение миоза, где эквенционное. Ну, вот там масса-масса нестыковых. То есть надо переисследовать в современных терминах. Вот всё, что-то. Можно вопрос не специалиста? А не можно так случиться, что вот в синатональный комплекс, вне специфической части, вот центральной, как бы сказать, подтягиваются белки из того окружения, которое в настоящий момент существует у данного организма? Да, отсюда возникает вот этот разгруз. Я имею в виду не специфическую часть. Да, да, да. То есть если бы подходит чуть-чуть, и отлично. Да, в нашу область озвучили, потому что эти же белки должны были откуда-то браться, если мы не можем проследить их родословно. Значит, ну, грубо говоря, организмы использовали то, что было под рукой. Скажем, для белков центрального пространства нужны просто белки определенной длины, с определенной структурой артоспиральной. А уж какие там попадут, это уже могло быть дело в случае. А вот белки ультеральных элементов с доменом хорма, они уже прослеживаются по всем алкариотам. Видимо, они более важны, потому что они строят более древние структуры, хромосомные оси. Я хотел бы, собственно, два вопроса, если оба связанных с маленьким гранатом. Вот, если нет синаптогимального комплекса, то, что у меня там какие-то, да? Как же тогда они осуществляют миоз? Они ДНК позволят без белков? Как это делается? Ну, вот, например, дрожжи хромятся с помбой, у них нет синаптогимального комплекса, имеются только аксиальные элементы, просто короткий контакт, им этого достаточно. А вот это аксиальные элементы, они из белков все же? Да, конечно. Но в них, кроме белков латеральных элементов, входят еще когезины и масса других белков. Это очень сложно образовать. Которые, в общем, тоже довольно консервативны. Некоторые из них основные. И последний вопрос такой. Вот, если бы вас попросили построить древо жизни по белкам синаптогимального комплекса древо угодно получилось или нет, по одному, по второму, так вот последовательно, истоков деревьев по отдельных. Вы знаете, мы даже пробовали строить такие деревья для одного белка хоп-1, вот с доменом хорма, которые известны у всех, и у калет почти. Но мы построили для простейших отдельно, и отдельно для водорослей, муков и высших растений. Но как-то они у нас не очень информативные получились, и дальше мы пока не пробовали. Наверное, возможно. Но здесь еще нужны дополнительные биоинформатические исследования. Потому что одно дело, мы нашли исходный белок, но нужно еще доказать, что это настоящий артолог. Что это действительно... Лучше всего экспериментально показать, что он действительно у данного организма есть. Вот как, скажем, для тидора было. Спасибо большое.